Девушки отдыхают 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 Конечно. Когда люди узнают, что мы из Крыма, первый вопрос – как мы рады и как у вас? Конечно, люди переживают, живо переживают. Видно, что это не просто дежурные фразы, а фразы, которые говорят люди от сердца. И это очень приятно. Да, мы в Волгограде в первый раз приехали. С чем приехали? Приехали с той миссией, чтобы познакомиться с хорошими людьми, чтобы вот эту православную нить держать. Все-таки наши церкви, две церкви – грузинская православная, русская православная, как две сестры родные. Мы рассказываем о своих традициях, о нашем православии, то, что в Грузии святые места, также про наш монастырь. Мы обмениваемся опытами, русские люди подходят, им очень интересно все это знать, как сейчас Грузия, как православие процветает и так далее. Какие места святые. Ну, мы это и рассказываем. Наша миссия – это то, чтобы вот это тепло, любовь держалась между народами нашими, русскими и грузинскими. Мы о вас молимся, вы и о нас. Так что с такой миссией приехали. Да, конечно. Монастырь, он 12 века, триорий монастырь мужской, в честь Георгия Победоносца. В монастыре около 70 братьев. Монастырь, настоятель архимандрит Шио, великолепный человек, теплый. Монастырь, он находится очень в живописном месте, находится на окраине Тбилиси. Оснар Тбилиси, она как чаша такая, вокруг горы. Один из самых высоких гор, 800 метров, по уровню моря. На этом вершине стоит монастырь. Ну и, по поверью, один из таких самых почитаемых монастыря в Грузии, святого Георгия Победоносца, святого Георгия Победоносца. Потому что он очень-очень старый древний, 12 века. Ну, а также в монастыре занимаются братьям утварю церковной. Работаем. Есть такое дерево самши, очень редкое. Сейчас, к сожалению, ствол, чтобы 30 сантиметров вирус, надо чуть ли не 500 лет. Вот. Мы из этих кустарников делаем церковные утварь, листы и так далее. Работаем на передорочатой эмали. Эмали – это очень древняя грузинская техника 6 века. Она пропала в 14 веке. Остановлена с патриархом Грузии еще 20 назад. Делаются иконы, светские вещи, а также разные церковные утвы. Ну, так, хозяйство есть, конечно, в монастыре своем. Мы работаем, как и везде. А теперь большой, есть кому работать, и слава Богу. Ну, начнем с священства. Встретили великолепно. В первый день познакомились с Владыком Германом. Ну, так, в теплого отношения поговорили, поблагословил он нас. Вот. И хочется, чтобы мы еще приехали. Ну, даст Бог, еще приедет. Наш народ очень теплый такой, простой народ, теплый. Ну, как и везде, конечно, у нас тоже народ хороший в целом. Нам очень было приятно. Как раз общаемся, разговариваем. Нам это хорошо, приятно. Настроение, конечно, внутреннее настроение такое. Переполняет любовь, потому что это наше дело. Везде проповедовать, знакомиться и так далее. Такое. Таких людей, ну, наверное, к сожалению, везде по всему православному миру. Ну, главное, что они уже пришли здесь. Это уже очень много значит. Потому что вот эта машина православная, она будет работать. Так что рано или поздно все к этому и придут. Так что начиная с православной выставки, это вот чем и хорошо, что люди, вот даже если не особо верюще, они приходят, смотрят, как друг друга православные общаются. Им это что-то, может быть, не все 100%, а что-то, даже если 5% что-то понравится, общение там с батюшкой или там с послушником, это уже многого значит. Так что следующий шаг у них будет еще лучше, ближе к Богу. Так что православная выставка свое дело в этом отношении делает. И наше амнисия тоже самое. Они тоже приходят, там утварь смотрят, разговариваешь, там приятно общаешься. Людям что надо? Тепло давать. Так что я думаю, все для них будет в дальнейшем все хорошо. Сама служба, это понимаете, вот сама основательница монастыря Хомякова, она приезжала к нам в Петербургский отдыхать, учиться, и воздвигла стены монастыря в честь святой просьбе Серафима Серовского. Монастырь необыкновенен тем, что он в таком выполненном стиле, необычном греческо-грузинском стиле. Монастырь он находится в 30 километрах от города Пятигорска, в сторону Кабардино-Балкарии. А основательница вот Хомякова. Мы не первый год и не первый раз участвуем в выставке царицы православных, в Алииме Господне, в богословении митрополита Волгоградского и Камышинского Германа. Наш приход ежегодно участвует здесь. Мы представляем наш, можно сказать, молодой приход, но тем не менее в нашем храме хранится множество святынь, в том числе и старинные иконы, которые у нас сейчас на ярмарке присутствуют. Дабы каждый человек, прикоснувшись, во-первых, получил исцеление, во-вторых, мы хотим, чтобы о нашем храме люди знали, что наш приход живой, что он действует, движется и развивается. Вот поэтому мы здесь, дабы, чтобы все о нас знали и слушали. Ежедневно служатся молебны и у Центральной святыни два раза в день, в 11 часов утра и в 17 часов вечера. И также здесь, в правом углу выставочного комплекса, где представлен наш храм, похвала Престу Богородицы, в 12.30 служится молебен. То есть молебны и пения, они как бы нас, во-первых, объединяют. Господь, как сказал, где двое или трое собраны во имя Мои, там и я посреди вас. Мы вместе молимся, читаем записочки, поминаем тех людей, которых написали записку, дабы Господь каждому даровал здравие, спасение, ну и какой-то, может быть, помощь, исцеление в делах. Есть уже сложившиеся костя, как в любом храме, так и здесь люди уже знают, что ежегодно, традиционно, проходят два раза в год весенние и осенние выставки. Люди приходят, конечно, они ждут, многие ждут вот этого события, потому что выставки, они как раз-таки нас всех объединяют. То человек может прийти и к святыням приложиться, может быть, что-то для себя полезное отсюда взять домой, к какой-то святыне, там, не знаю, иконы, может быть, там, чётки, свечи, там, ещё что-то полезное для себя. И как бы с этой святыней уже как бы идти домой. Поэтому люди приходят, люди всегда радостные. Ну, мне кажется, количество участников и тех людей, которые просто посещают выставки, с каждым годом увеличивается, приправляется этим людям. Ну, я считаю, что мы все родились не в церкви, а в роддоме, да, и каждый из нас делает какие-то первые шаги. Вот эти шаги, как раз-таки, может быть, для кого-то не сразу храм, а вот выставка, ярмарка, да, это будет такой толчок для того, чтобы человек и в дальнейшем как бы пришёл в храм, чтобы не просто быть, как бы, знаете, таким пассивным участником, но быть активным участником в церковной жизни и участвовать в таинствах церкви, в покаянии и причащении. Это и есть самая главная основа жизни. Поэтому ярмарки, они дают такой толчок и первую ступень. Да, финифт, дорогие. Наше участие в выставках православных – это недавнее наше такое начинание. И сюда мы приезжаем с нашими родителями, с нашими продуктами, с тем, что мы готовим в монастыре своими руками. Вот можно в машину, кстати. Вот это мы считаем, что в этом состоит возрождение традиций духовных и исторических. Можно вспомнить, например, о том, что сто лет назад и более при матушке Мурни-Арсении проводились ежегодные ярмарки при монастыре. Это было в то время тоже поставлено достаточно на хорошее такое вот основание. Вот, конечно, мы далеки от совершенства в том плане, что, конечно, нам еще надо над многим работать над тем, чтобы то, что мы творим, то, что мы делаем, делать это с молитвой, потому что молитва освещается всем, и часть души человека вкладывается в то, что он делает, и передается другим. Люди это чувствуют, и приезжая в монастырь, и даже покупая что-то, приобретая, тепло души передается, конечно. Мы благодарим Бога, что Господь по своей благодати дает это людям почувствовать. Славится монастырь пещерами, ископанными Матушкой Мурни-Арсении, в которых находится чудотворный камень, также ей принадлежавший. И, конечно, сейчас мы не имеем каких-то стоверных сведений об этом камне, но известно одно, что он связан с жизнью Матушки Арсении, с тем, что она молилась на этом камушке, он принадлежал ей. И на камне остались впечатки ладоней и ладоней. По преданию монастырскому, это было явление Божьей Матери на камушке. И следует остаться Божьей Матери. Несмотря на то, что было советское время, были гонения, монастырь был долго времени закрыт, несмотря на то, что были разные попытки уничтожить этот камень, и как-то его вывести оттуда, сделать его в состоянии ничего-то другого. Господь это не допустил. Семеновернет, наверное, свое место, свое время. И сейчас люди приезжают помолиться в пещерах, приложиться к такими дотворными святыми, по вере своей получают из цены на помощь. Здесь на выставке мы представляем также свою пищевую продукцию. То, что мы готовили в монастыре, готовят сестры сами. И горячие, и холодные закуски. Хлеб печем. Вот все из них тоже горячую пучку. Привозили в состав, и горошки, и хлеб. Это тоже древняя традиция. Хлеб — это то, что символизирует самого Господа. То есть Господь под видом хлеба преподался на людях. И всегда люди с трепетом отнесились к приготовлению хлеба. Старались в мирном духе это творить, с молитвой. И хлеб, конечно, впитывает в себя более чем что-либо другое. Дух человека, который его готовит. Дух, молитв, настроение. Иллюзия тоже получает утешение и помощь. Слава Богу. Мазь, конечно, рецепт ее уникален. И изначально у нас, конечно, не было какой-то цели сделать ее какой-то массовым производством. Это был просто рецепт одной нашей пожилой матушки-схимовицы, которой уже 5 дней в живых матушку прожил. И вот она с этим рецептом, который достался ей от ее каких-то там бабушек, еще кого-то. То есть это очень любые рецепты. Мы пользовались им для себя. Просто вот сами себя ободвечивали, держали себя в форме такой рабочей, потому что работать приходилось очень много, особенно в первые годы. Там и суставы, и простуды, и чего только не было. И так Господь управил, чтобы это было не только достоянием нашего собственного, но и других людей. Даже приходил, и был случай такой, что матушка благословала тогда получить эту младшую человека, который просто был лежачий. Пролежные, страшные, додыр. Это было явное такое разумление наказания Божьему человеку. Потому что жизнь у него была не столько, что только такое разумление уже могло ему помочь. Он даже лежа в таком положении, чтобы не пошевельнуться не мог, ничего, он просил, вот, дайте ему закладь, дайте ему пить. Из него, конечно, молились, молился его сын, верующий человек. И этой мазью он просто исцелился, эти дыры стянулись. И когда он встал с адраболезни живой, и набрался сил, сейчас это нормальный человек, который поменчался с женой своей, живет до сих пор, бросил посетить. И, конечно, это просто возрождение души, которое повлекло за собой возрождение тела, которое уже готов было умереть. И так, людская малова пошла, что вот такая мазь есть, приходили, дайте, дайте. Стали готовить больше, потом больше. А сейчас вот готовим и слава Богу, людям, конечно, это только благодать Божия, что люди получают исцеление, помощь, облегчение своих страданий, получения своих болезней. Это не то, что ингредиенты какие-то особые. Тоже, хотя и ингредиенты тоже добавляем, а молитву, и масло, и воск, и все это готовим. Просто сестры сами готовят, парят эту ночь своими руками, своим поселением. Исцеление. Ну вот из недавних, кости на элит, медленный кость, молодец, девочка, жительница Москова. Тоже родители были просто уважены тем, что Господь так помог им. То есть было 5% из 100, что ребенок будет звонить. При всех усилиях врачей, при всем современном арсенале, того, что можно вложить в ребенка, все было сделано. И надеждой все равно была шапка. А вера творит чудеса. Конечно, они сделали с собой усилия великое, они приехали все семьи, они приехали в собор, они исповедовались, не причастились. И потом они пошли уже в каму. Конечно, хотелось бы всем сказать людям, которые приезжают, помолиться, приложиться, что вы приезжаете к Богу, в первую очередь. К Богу, Божией Матери. И когда идет служба, там совершается таинство в лотаре, люди, когда камушек, когда пещеры. Помолитесь. Вам будет больше поля, больше будет... Ну так объясните. То есть здесь встреча с Богом в монастыре. В монастыре должна произойти. Не просто приложиться, механично приехать. Раз, два, десять. А встретиться с Богом. Пусть это будет пять минут. Пусть это будет три минуты, одна минута, но встретиться с Богом. Войти в тишину, услышать, почувствовать, что хочет от нас Господь. Это очень важно. И тогда даже если крест целый тяжкий нам бывает еще тяжело нести, то вот это настроение, вот это встреча с Богом, оно поможет нам переосмыслить этот крест. На другом на него посмотреть и все равно не учить. Что это? Вы знаете, все люди совершенно разные. Господь наш велик. Ни одна капля воды не подинакована. И каждый человек молится по-разному. Как это можно судить? Конечно, есть люди Веры Глубокой, которые, допустим, приходят в храм. Это девушка. И она стоит только в пещере и к фотографии камушка прикладывается. Я не могу туда пойти. Но я здесь помолюсь. И она молится так, как иные не молятся стоя часами. Там у камушка не давая никому подойти к нему в другом. Но там бывает. Это конечно. Вера у всех разная. А Господь дает по вере, по усердию и по тому, как человек может вместить. Дело в том, что это семена. То, что мы здесь получаем, это семена. И наша задача не дать им зачахнуться. Это как притча о семене. Потому что только мы выходим из храма, только мы выходим с выставки, только что приложившись к святлению, и все, что на нас обрушивается, это наш мир, в котором мы живем. Конечно, он очень агрессивный сейчас, очень такой противоречивый. И наша задача хранить это тепло, потому что оно уходит, оно улетучивается. И надо как-то стараться это сделать, потому что иначе мы останемся в пустыне со святыми и ничего не вырастим ни 30, ни 60, ни 7-го года. То, чего от нас зашли. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Никто не зашли. Всего это уже 10-я выставка, юбилейная, так сказать, для нашего мероприятия. Это тоже событие. Вот уже 10-й раз мы собираем многочисленное количество приезжих участников. Хочется отметить, что в этот раз к нам приехали участники, которых мы долго приглашали. Это участники из Грузии и участники из Крыма. Для нас это важно, потому что не все сейчас в наше современное время могут добраться и до Грузии, не все, к сожалению, могут добраться даже до Крыма, но желание пообщаться, я думаю, с людьми, которые приехали оттуда, как участники, у многих возникает. И этому свидетельство те люди, которые постоянно общаются на стенде участников, разнообразные вопросы задают и духовные, может быть, даже и просто обычные какие-то мирские вещи спрашивают о их жизни там, на родине. Но важно то, что общение это происходит. Для нас важно общение, которое позволяет далее узнать ближе и культуру, и быт тех монастырей, которые приехали к нам, конкретно из Грузии и из Крыма. Знаете, по положениям, которое вышло с патриархией, со святыми у нас четкое ограничение. То есть те участники, которые приезжают на выставку, не привозят с собой мощей святых, не привозят особой чудотворной иконы. Но дозволяется свой стенд оформить так, чтобы было понятно, что за святыми имеется в том или ином монастыре или приходе, какие святыни имеются для поклонения. И вот мы просим участников для того, чтобы они действительно оформляли свои стенды в соответствии с тем, чтобы впоследствии люди, узнавая о том, что у них есть, могли приехать туда в полоническую поездку или заказать службу какую-то у тех святынь, которые у них там есть. Мы думаем, что это правильное решение, потому что много вопросов было к тем или иным участникам, которые приезжали, привозили с собой те или иные святыни. Множество вопросов возникало в подлинности этого. Теперь таких вопросов просто не возникает. Мы этому очень рады. Но люди, которые приходят сюда, понимают о том, что приходить нужно не только к святыне, а приходить нужно за общением, приходить нужно для того, чтобы посмотреть разнообразие духовной жизни, разнообразие ремесленной жизни тех монастырей-приходов, которые есть у нас в русско-православной церкви. Ну и вот, к слову сказать, даже в поместных церквах, такой, как грузинская, вот грузины, привезли тоже свою продукцию, которая у них славится, я думаю, понравится нашим жителям. А по поводу молитв нужно сказать одно, что люди у нас в нашем городе Волгограде к счастью понимают о том, что молитвы, с которыми они возносят, они могут это делать и в храмах, могут это делать в своих монастырях, но и самое главное способствовать семейному такому, может, паломничеству в те места, которые понравились здесь на выставке. И действительно, таких примеров очень много. Люди приходят и благодарят, что они для себя открыли какие-то монастыри в дивных дальних уголках нашей России и туда уже съездили. То есть, это тоже для нас очень важно, что продвигается вот именно такая духовная паломничества. Знаете, я недаром поздравил, что это 10-я выставка у нас всех участников, организаторов с этим мероприятием. Я думаю, что очень многие жители города Волгограда, судя по количеству людей, которые приходят, посещают эти выставки, приходили. Может быть, есть люди, которые еще не дошли на эту выставку, то им хочется пожелать одного, чтобы каждый для себя открыл своими глазами, не через средства массовой информации, не через какие-то просто разговоры друг с другом, но своими собственными глазами и составив свое личное мнение. У нас в православной церкви всегда мы отличаемся христиане о том, что мы формируем свое личное мнение и по этому мнению живем далее. Поэтому, чтобы не быть лукавым, чтобы не каким-то образом какие-то неправильные мнения составить, надо просто прийти и убедиться своими глазами. и я видел в этом тоже очень множество примеров, когда люди, приходя все-таки на выставку с каким-то непонятным, может быть, даже негативным отношением по слухам, потом оказывалось, что они были приятно удивлены тем, что здесь происходит, какая здесь атмосфера на выставке, что здесь действительно происходит. Надо понимать, зачем эта выставка, это духовно-нравственное событие нашего города, для наших жителей, для тех людей, которые приходят в храмы свои для молитвы, а сюда они приходят для общения и для познания чего-то нового, ранее невиданного. Такой конкурс, надо сказать, проводился впервые, что удивительно и что очень значимо для нашего города и для церковно-певческого искусства, для его распространения, поскольку это позволяет всем людям услышать уникальность церковного пения. То, что коллективы смогли выступить, представить свой труд, свои достижения, очень радостно. Коллективы, конечно, выступали разные, и уровень подготовки разный, но у всех мы видели желание и стремление прославлять Господа через пение, через это удивительное искусство. Я думаю, что такие конкурсы должны проводиться обязательно в нашем городе, и поддержка со стороны и администрации, и представителей экспоцентра очень значима для процветания, продвижения церковно-певческого дела в нашем регионе. Вы знаете, конечно, для них было волнительно это выступление, поскольку, как мы уже говорили, это было впервые, но, тем не менее, чувствовалась подготовка и желание. Конечно, видны те проблемы, над которыми стоит еще работать, это и выбор репертуара, и качество пения, но, опять же, это говорит о том, что традиции надо поддерживать, развивать и преподносить людям для слышания и слушания. Я думаю, что молодые люди были как среди исполнителей, так и среди слушателей, и это как раз говорит о том, что желание духовного процветания живет в нашем народе и среди молодого поколения, поэтому хочется пожелать слышать смысл каждого слова, которое несет в себе вот такое пение. Поэтому надо слушать, надо идти в храм, надо стараться самим понять это слово Божие, и я думаю, что мы все будем, все как бы найдем это благоденствие и здесь, на земле, и на небе. В 1787 году был у нас то, он как женский монастырь, во время гонений и после гонений монахини монастыря погибли, к сожалению. Монастырь возвратился в 1994 году, уже как мужской. братья монастыря около 14 постельных монахов, братья крепкая, полнограмотная, вот, люди подходят к нашему монастырю, те, кто был в монастыре, кто был в паломнических поездках в республике Мордовии, также кто приезжал в наш монастырь, слава Богу, монастырь наш не забывают, общаемся с людьми, люди поддерживают наш монастырь, финансово, соответственно, и молитвой поддерживают наш монастырь. Очень благодарны они, благоградцам, за поддержку, за молитву. Сотка приходит на православную выставку в хворение Господня царевича православного. Конечно, безусловно, надо приложиться к святыням, постоять на молитве, помолиться за себя, за близких, за всех православных христиан, соответственно, по возможности поддержать монастырю какой-то копеечкой, соответственно, приобрести какие-то товары или там, когда требуют. Мы очень будем признательны за любую помощь. Царю небесный, опишите души истинны, и живи здесь ты, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю прииди все весенны, и отчастины от всяких скверных, и сквозь все влажат души наши. О Господи, обися нам, благословен, гряды во имя Господне, исповедуйтеся Господи в веку благих, увек милости Гос. О Господи, ПЕСНЯ 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 Пойми, спасибо, милую, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Я святую, причастую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу и пресно Деву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, тебе живот наш, Христу Богу, предади. И век, Господи. Либо, если царь мира и спас душу нашего, тебе славу высылаем, отцу и сыну и святому духу, на ней пресно его веки веков. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. В имя Твое, во всяком роде и роде, Господу помолимся, Господи помилуй, Святой Семьи Божьего святых почиваешь, и Тебя славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и приислое во веки веков, Вся твое дыхание дохвалит Господа, Вся твое дыхание дохвалит Господа, Святых Его хвалите в утверждении силы Его, Вся твое дыхание дохвалит Господа, Вся твое дыхание дохвалит Господа, Святого Евангелия, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пусть в росте услышим, святаго Евангелия, мир всем, и добрый Твоим от руки, святаго Евангелия, чтение, слава Тебе, слава Тебе, он мем. Состояние Тебе, благословен Плоду Тебе, благословен Плоды Твоего, И откуда мне сие, да прииди мати Господа моего ко мне? Себо, яку быть в глаз салавании Твоего во уши моею, Загрась, младенец, радощи во чреве мое, И блаженно веровавши, яку будет совершеннее, Глагол нам ед Господа, и рече море, Величи душа моя Господа, и возрадовайся, Дух мой, обозе спаси мое. Яку презрена смирение рабы свои, Себо отныне ублажат мне в сироде, Яку сотвори мне величие сильный, И святое имя и год, Прибысь же морем с ней, яка три месяцы, И возвратися в дом свой. Слава тебе, Господи, слава тебе! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Иисусе, сладчайший, спаси нас! Иисусе, сладчайший, спаси нас! И святая Богородица, спаси нас! И святее молите Бога о нас! Иисусе, сладчайший, молите Бога о нас! Свою Сыну и Святому Духу! И ныне, и пресной, и во веки веков, аминь! Помилуй нас, Боже, повелицы, милости Твоей, Молим тебя услыши и помилуй! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Ищи молимся, господинеца нашим, святейшим патриархе Кирилле, и господине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и все во Христе, братья наши. Господи помилуй, Господи помилуй, Ищи молимся, Бога, тренируйся нашей системы, по властях, народе и воинствии я, до тихой безмолвной житии поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Ищи молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, все здесь предстоящих и молящихся. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Ищи молимся о Тебе, Господу Богу нашему, ежи услышите глаз умолений нашего и молитвы, помилуйте рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Германа, и рабов Божиих, и Расхимонекти Серафима, и Родиакона Кира Семонака, Ильгея, Сафа, Архимбита, ПОДПИСЫВАНИЕ 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 ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Есть кое-что из художественной литературы тоже. Также мы представили православные конструкторы для детей. И книжки, именные книжки, жизнеописания и сентября. Мне очень понравился ваш город, город Благоград. Мне кажется, что очень много верующих людей, что меня радует. Очень много людей приходит на молебны, очень много собирается, что мне очень понравилось тоже. Ну, люди интересуются, конечно же, православной литературой, так сказать. Ну, еще такое вот немножко замечание, что очень много почему-то художественных... Такое, хотелось бы, чтобы больше святых отзывов считали. Ну, это мое личное значение. Ну, я просто знаю, что те люди, которые приходят впервые, они вообще под благодатью ходят. Мое пожелание, чтобы они не разочаровались во всем, чтобы приложились ко всем святыням, прониклись вообще православной верой, приобрели для себя все, что им необходимо, как бы, чтобы продавцы, которые вот все это продают, то есть какие-то или представители монастырей, им помогли в этом. Ну, мне хотелось бы это. Потому что, одни считаю, что это очень важно для тех, кто первый раз. Ну, я бы сказала, что мне очень понравилась выставка, как уже и говорила. Это очень хорошая выставка, постоянная молебна. Меня это очень радует. Я впервые это поближе, чтобы потребовала молебна в день. Это вообще... Это просто супер. Спасибо. Послушайте. Спасибо.